всем привет с вами обычный пользователь меня зовут вадим и сегодня я наконец хочу приступить ко второму этапу своего эксперимента а пользовался некоторое количество времени операционной системой alt linux рабочая станция изначально я планировал примерно месяц попользоваться но так получилось что решил сменить видеокарту на rx 6400 со своей rx 550 ней девятая платформа со своим ядром со своей версией драйверов меза не поддерживают данную карточку поэтому обновление пришлось произвести не через месяц где-то а где-то недели через две система абсолютно настроена работает отлично без каких-либо проблем но опять же есть некоторый дискомфорт по поводу например игр которые не работают в порт протоне по поводу свежести некоторых программ которые хотелось бы все-таки иметь более свежем варианте так что давайте приступим к обновлению я выкладывал свое время файлик рабочая станция когда я 10 0 здесь настройка после установки данной операционной системы и здесь у нас есть соответствующий раздел обновлением дистрибутива до последней версии платформы 9 на 10 и так далее ну дальше посмотрим как будет с 10 на 11 где-нибудь годика через полтора а сейчас мне нужно обновиться до 10 платформы чтобы плазма была более свежая чтобы ядром обновилась до 515 что для меня важно в текущий момент поэтому придется обновиться раньше в отличие от большинства других дистрибутива просто зайти в менеджер обновлений нажать кнопочку обновить тут так не работает тут нужно немножко больше телодвижений произвести причем произвести их в терминале здесь у нас как видите никаких обновлений до 10 платформы нету если открыть опять же синаптик то также ничего связанного с 10 платформой мы тут не найдем обновлений никаких нету если мы проверим если даже есть то это отдельное приложение например выбираем для обновления ничего нету если зайдем в репозитории то у нас здесь прописаны только девятая платформа так вот сделаем вот p9 branch соответственно как там обновиться до 10 платформы нужно для начала обновить информацию об источниках пакетов для того чтобы точно убедиться что у нас стоит последняя операционная система самые последние наисвежайшие пакеты для нашей девятой платформы обновили информацию затем производим обновление операционки но естественно сейчас ничего не найдется потому что собственно обновлений то и нету они приходят крайне редко на данную версию от linux потому что поддержка считаю уже находится в стадии стагнации дальше опять же нужно проверить обновление ядра текущего для данной операционной системы чтобы она у нас также стояла самое последнее что у нас также и имеется установлена самое последнее ядро 510 андев самыми последними обновлениями для данного ядра теперь нужно проверить установлен ли у нас пакет управления репозиториями вставляем команду пакет у нас уже установлен далее самое интересное теперь нам нужно подключить репозитории 10 платформы вставляем команду готова теперь нужно обновить информацию о пакетах чтобы подтянулась информация из репозитория 10 платформы видим что у нас уже обновление происходит из по 10 они из по 9 готова обновление информации произведена и теперь производим обновление пакетов уже до 10 платформы по сути как раз таки этой командой мы будем производить обновление операционной системы до десятки вот такое огромнейшее количество у нас пакетов устанавливается просто сверх огромное там в районе двух с чем-то тысяч пакетов а то и больше теперь ждем пока произойдет загрузка этих самых пакетов теперь у нас происходит установка пакетов готова обновленные пакеты у нас установились теперь нужно переключить ядро на ветку std-dev то бишь первая стабильная ветка для 10 платформы это как раз таки ядро 510 до 515 мы уже обновимся из свежей системы после перезагрузки в нее а сейчас нам нужно скажем так сохранить версию ядра на уровне 510 только уже чтобы она была из свежего репозитория вот 510 133 было у нас кстати 510 131 133 версии в 9 платформе нету соответственно обновление произошло успешным теперь мы если проверим версию ядра при обновлении он до сих пор показывает что есть версия 515 но обновляться я до нее не буду перезагружусь в новую систему там у нас включится уже полностью ветка stdf и потом я уже перейду на ангел но и до перезагрузки собственно нам нужно ввести еще команду данная готова готова все манипуляции у нас произведены теперь со спокойной душой перезагружаем систему так ну что ж обновились до свежей версии давайте посмотрим даже на примере bs информацию 27 2 уже не 26 версия и что я сразу вижу что какие-то странные иконочки довольно большие давайте посмотрим что он здесь в настройках все 4 сделаем размер 52 так более презентабельно выглядит это дело также я здесь сразу включу масштабирование значков которого не было плазме 518 сразу прилетели у нас обновление через discover внутри платформы давайте произведем обновление сразу говорят еще раз перезагрузиться не это сделаю чуть позже что я еще вижу вижу что у меня снесло криту по какой-то причине непонятные времени совершенно до нее нету с играми посмотрим должно все исправиться влси можно будет снести поставить плеер хару на которого кстати нету после обновления видимо только при чистой установке встает крипто про скорее всего у меня слетели некоторые пакеты поэтому нужно будет переустановить что касается самой плазмы давайте посмотрим информацию о системе 524 6 вообще шикарно ядрышка у нас 5 10 133 потом мы его обновим кнопочки установить сторонней темы нету честно говоря даже не нашел пакет который отвечает за установку тем из именно данной менюшки по сравнению с плазмой 524 5 которые пользовался до переустановки на 9 платформа здесь был бак с отсутствием этих всех плиточек просто писалось нет элементов не справилась все это дело это радует ну такая вот плазма 524 собственно что у нас дальше имеется поломался вид файлового менеджера надо вернуть размер окошка вот таким образом вернулись папки которые я убирал вскроем все это дело вот таким образом отлично теперь раз дельфине отображаются файловом менеджере информация о дополненности накопителей что очень удобно но и собственно что теперь осталось осталось обновить ядром давайте применим обновление и затем обновим ядро до 515 ну и давайте сделаем последний шаг к обновлению системы окончательному это обновим ядро делайте это буду не из консоли а из центр управления системой заходим обновление ядра видим то у нас здесь два ядрышка имеется но мне нужно установить еще более свежие заходим в информацию выбираем ветку андер нажимаем установить ждем какое-то время пока у нас произойдет обновление ядра опять же по поводу работы с ядрами я рассказывал в еще одно старое ядро 510 131 также его удаляем у нас осталось только ядро 51557 делаем его загружаем по умолчанию закрываем центр управления системой и перезагружаем компьютер ну и теперь собственно осталось только посмотреть что у нас в настройках всем используется 51557 ядром рабочая станция 10.0 плазма последняя для данной платформы на данный момент фреймворк также свеженький все отлично подписывайтесь на telegram куда выкладываются самые свежие новости информация полезная подписывайтесь на чат в телеграме где происходит общение помощь друг другу по проблемам по вопросам которые возникают при использовании linux-дистрибутива подписывайтесь на социальные сети яндекс дзен вконтакте ru tube youtube на этом все до новых встреч пока пока